ИГИЛ ни при чём. В ФБР выяснили, кто вдохновил стрелка из Орландо. Тревога в Торонто. Кампус университета закрыли из-за вооружённого мужчины. В Германии судят талиба. Какой срок ему грозит и за что именно? Найденное сокровище. В Киеве выставили похищенные и вновь обретённые шедевры. Стрелок из Орландо действовал по собственной инициативе, а не по указанию ИГИЛ. К такому выводу пришли в ФБР. Невзирая на то, что исламское государство взяло на себя ответственность за массовые убийства, а сам стрелявший заявил о поддержке исламистов, американские власти уверены, он сам решил убивать. Всё указывает на то, что стрелка вдохновили экстремистские материалы, размещенные в интернете. Пока у нас нет информации о том, что его действиями руководили из-за границы, ИГИЛ или другая подобная организация. Нет никаких доказательств того, что нападение организовало исламское государство. Стрелявший 29-летний Амар Матин, сын мигрантов из Афганистана, родился в Нью-Йорке и был гражданином Соединённых Штатов. Он работал в крупнейшей в мире частной охранной компании. В последнее время охранял закрытый элитный гольф-клуб. Жил в небольшой квартирке на окраине Орландо. Уже после трагедии выяснилось, что его дважды допрашивали в ЭБР. Бывшая жена рассказала, что он был психически нестабилен и бил её. А соседи, что был замкнутым в себе и нелюдимым. У нас в доме все друг друга знают, все друг с другом здороваются. Просто проходят мимо и говорят, с добрым утром, как дела? С ним всегда всё было очень некомфортно. Он не отвечал и только смотрел злобно. Стрельба в гейклубе «Пульс» в Орландо забрала жизни 49 человек. Ещё 53 человека ранены. Это самое масштабное массовое убийство в истории Соединённых Штатов. У посольства Соединённых Штатов на Паризерплац цветы и радужные флаги. Берлин скорбит о жертвах стрельбы в Орландо. Почтить их память и выразить соболезнования родным и близким погибших пришли сотни горожан. Среди них и члены ЛГБТ-сообщества, и те, кто просто в ужасе от случившегося. Сначала я была в шоке, потом я была в печали, а потом спросила себя, могло бы такое случиться в нашем городе или нет, и поняла, что это всё только вопрос времени. Всё это просто ужасно. И крайне важно, чтобы политики сделали вывод из этих жутких событий, и подобное не могло повториться. Но это потом. Сейчас главное – принести соболезнования родственникам погибших. По словам руководителя проекта по борьбе с насилием против геев Бастиана Финке, стрельба в американском гей-клубе заставляет пересмотреть концепцию безопасности на немецких массовых мероприятиях. Представители ЛГБТ всё время подвергаются опасности со стороны религиозных фундаменталистов. И нам нужно думать о том, как изменить концепцию безопасности в тематических клубах и во время уличных фестивалей в Берлине. Собравшись у посольства, лично поблагодарил руководитель американской дитмиссии Джон Эммерсон. Университет Торонто закрыт из-за сообщений о вооружённом мужчине. К вузу прибыли тактические отряды полиции. Как сообщают полицейские, человека с винтовкой заметили в строящемся здании на территории университетского городка. Сейчас на территории кампуса закрыты 8 зданий. Людям, которые уже находятся внутри помещений, рекомендуют оставаться на местах. Администрация университета на странице в Facebook сообщает, что полиция обыскивает его территорию. Около двух недель назад произошла стрельба в Калифорнийском университете в США. Стрелявший убил профессора, который преподавал в одной из его групп, а после этого застрелился сам. В Канаде случаи стрельбы в учебных заведениях куда более редки. В последний раз подобный случай произошёл в конце января. В результате стрельбы в средней школе в канадской провинции погибли 4 человека. Мощный взрыв прогремел у здания суда в Турции. Ранены по меньшей мере 9 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. На воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Разлетевшиеся на десятки метров куски машины ранили прохожих. А на месте взрыва начался пожар. Инцидент произошёл у здания суда в районе Аваджик в провинции Тунджили. Сейчас на месте события работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь раненым, а также пытаются погасить огонь. Местные журналисты сообщают, что подрыв устроила рабочая партия Курдистана, которая давно конфликтует с турецкими силовиками и ранее уже совершала нападение в этой провинции. Неделю назад по похожему сценарию произошёл теракт на автобусной остановке в центре Стамбула. Тогда в результате подрыва автомобиля в утренний час пик погибли 11 человек. Ещё более 30 получили различные ранения. Всего с начала года в Турции совершено 11 терактов. Ответственность за них чаще всего берут на себя курды или боевики экстремистской организации «Исламское государство». В Берлине начались судебные слушания по одному из дел немецких талибов. В причастности к террористической группировке подозревают 27-летнего Синана А. По данным прокуратуры, в сентябре 2009 года подозреваемый отправился на пограничную зону между Афганистаном и Пакистаном, чтобы пройти подготовку в лагере талибов. Их целью являлось создание в регионе широкой сети своих приспешников, которые должны были подорвать силы иностранного миротворческого контингента и насадить обществу законы шариата. По возвращении в Германию обвиняемый торговал оружием и взрывчатыми веществами, шпионил зонницкими гражданами и участвовал в записи пропагандистских видео исламистов. Однако, несмотря на многочисленные улики и другие доказательства, судям предстоит принять сложное решение, пишут СМИ. Ведь на момент совершения большинства преступлений Синан был несовершеннолетним. Поэтому главный вопрос в том, применимы ли в этом случае нормы криминального права. Если обвиняемого признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Слушания продлятся до середины следующей недели. Житель Германии обстрелял из пневматической винтовки «Центр для беженцев». Ранены два человека. Пятилетняя девочка из Македонии и 18-летний уроженец Сирии, сообщает издание «Дершпигель» со ссылкой на источник в полиции. Пострадавшие уже получили медицинскую помощь и вернулись в общежитие. Стрелявшему 21 год. Он гражданин ФРГ. Огонь он открыл из окна своего трехэтажного дома в городе Линген, федеральная земля Нижняя Саксония. Полицейские, обыскивающие дом подозреваемого, обнаружили винтовку. По данным одних СМИ, полицейские пока не нашли свидетельств того, что это преступление было политически мотивированным. Другие утверждают, что мужчина может принадлежать к праворадикальной организации. Пока идет расследование, злоумышленник остается на свободе. Выходцы с Ближнего Востока недовольны немецкими служащими. По данным Федерального агентства по миграции, за последние три месяца более трех тысяч беженцев подали жалобы на сотрудников центров, которые занимаются предоставлением убежища. Большинство соискателей недовольны очередями и затянутой процедурой рассмотрения опрошения. Беженцы говорят, что служащие нарушают сроки рассмотрения ходатайств. Немцы, оправдываясь, ссылаются на нехватку сотрудников и центров по работе с мигрантами. Министр внутренних дел Томас Демезьер признал, что еще в прошлом августе ходатайства от сирийского беженца рассматривали пять месяцев. Сейчас же период увеличился до шести. По всей стране более 700 тысяч бегущих от войны, которые приехали в Германию в прошлом году, до сих пор не получили ответа на свои заявки о предоставлении им убежища. Наиболее критическая ситуация сложилась в самом густонаселенном регионе Германии, федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия. Немецкие политики хотят ужесточить законодательство в отношении детских браков. Государственные органы страны бьют тревогу. С прошлогодней волной беженцев в Германии резко возросло количество случаев, когда несовершеннолетних детей принуждают к браку. В одной лишь Баварии с начала года зафиксировали 161 случай, когда родители отдавали под венец своих малолетних дочерей, причем их выдавали замуж за взрослых мужчин. В Баден-Вёртенберге власти предотвратили 117 таких браков, в Северном Рейне-Вестфалии – 188. Поэтому защитники прав детей призывают законодателей срочно ужесточить наказание за такие действия, как для родителей, так и для женихов. Они объясняют, что девочки, которых насильно выдали замуж в юном возрасте, оказываются отрезанными от общества, бросают школу, не общаются со сверстниками и вынуждены рожать детей, хотя их организм к этому совсем не готов. В случае выхода Великобритании из состава Евросоюза переговоры между страной и ЕС о пересмотре отношений могут длиться около семи лет. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в интервью «Бильд». По его словам, условия выхода могут обсуждать два года, еще пять лет займут переговоры о новом соглашении. По словам Туска, каждая из 27 государств, членов ЕС и Европейский парламент должны утвердить общий результат. При этом, отмечает политик, существует риск, что договориться вообще не удастся. Председатель Европейского совета также отметил, что референтум о членстве Великобритании в ЕС может стать началом разрушения не только Евросоюза, но и всей политической цивилизации Запада. Тем временем букмекерские конторы Великобритании резко повысили шансы на выход страны из состава ЕС. Об этом сообщает Financial Times. Вероятность того, что британцы проголосуют за сохранение страны в ЕС, по данным букмекеров, на данный момент составляет 68,5%. На прошлой неделе шансы на то, что Великобритания останется в ЕС, были значительно выше, на уровне 75 и даже 78%. Референдум по выходу Великобритании из ЕС состоится 23 июня. Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза обвалил европейские фондовые индексы. Опасения по поводу того, что Британия может покинуть Евросоюз, заставляют показатели снижаться вторую неделю подряд. Немецкий фондовый индекс Deutsche Aktien Index сегодня снизился на 1,2% до показателей в 9715 пунктов. По словам аналитиков, в такие периоды люди предпочитают вкладывать средства в более стабильные активы, например, в золото или в государственные облигации. На фондовой бирже во Франкфурте ощущается очень сильная неопределенность. И главный вопрос сейчас, что будет дальше происходить в отношениях Великобритании и ЕС. По сравнению с этим, все остальные факторы не так уж важны. По словам финансового аналитика Роберта Гальвера, последствия нестабильности на биржах могут ощутить даже те, у кого нет ценных бумаг или большого капитала. К примеру, в такие периоды неопределенности, как сейчас, банки отказываются повышать процентные ставки. Так что более выгодных предложений по депозитам можно ожидать только в июле, после того, как станут известны результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС. Германия и Китай договорились способствовать усилению инвестиций в экономику друг друга. Об этом стало известно по результатам четвертого раунда германо-китайских переговоров, которые завершились в Пекине. Китайская сторона оценила переговоры как крайне результативные. Мы достигли договоренности дать новый толчок экономическим отношениям между нашими странами и способствовать усилению финансового и торгового взаимодействия. Правда, по некоторым вопросам представители Китая и Германии всерьез разошлись. Китайцы хотели бы создавать в ФРГ совместные с немцами предприятия, которые могли бы работать в том числе и в банковской сфере. Меркель считает такое сотрудничество преждевременным. Китайские компании активны на немецком рынке, но создавать совместные предприятия или тем более работать в нашей банковской сфере им еще рано. Это слишком серьезный вопрос для того, чтобы решить его вот так сразу. Здесь нужны размышления и консультации. Кроме того, Меркель пообещала Китаю помощь в получении статуса государства с рыночной экономикой. Она пообещала по возвращении из Пекина обсудить этот вопрос с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Ожидают, что еврокомиссары будут решать, предоставить ли Китаю такой статус в июне или в июле. Чрезвычайное происшествие в Индии. Там во время учебного полета на два жилых здания упал боевой самолет местных ВВС. При столкновении со строениями машина взорвалась и сгорела, пишет The Indian Express со ссылкой на данные очевидцев происшествия. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека. Двое пилотов запросили у диспетчера аэродрома экстренную посадку из-за возникших неполадок, однако не успели ее совершить из-за отказа двигателя и успешно катапультировались. Причины аварии пока не установлены. МиГ-27 — советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения. Он предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям. Самолет, врезавшийся в дом, находился в эксплуатации уже давно и считался старым. Латвия, Литва, Эстония и Польша обсуждают создание совместной системы противовоздушной обороны, которая позволит этим странам защититься от российской агрессии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на литовского министра обороны Йозеса Олекаса. Региональная система ПВО будет введена в эксплуатацию через 2-3 года. В данный момент страны рассматривают варианты поставок. По словам главы Вооруженных сил Литвы, в обсуждении создания единой системы ПВО над странами, соседствующими с Россией, принимает активное участие Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Кертис-Скопороти. При этом размещением зенитно-ракетных комплексов «Патриот» в регионе не ограничится. Речь идет о возможности создания миссии, которая будет держать противовоздушную оборону от агрессивного соседа. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с военным усилением России на западных границах и в Калининграде. «Натренированные и готовые к насилию» — так охарактеризовал болельщиков из России прокурор Марселя. «Там было около 150 болельщиков, россиян по национальности. В действительности это фанаты, привычные к такому типу поведения, которые специально тренируются», — заявил Брис Робен. «Поэтому и возникли сложности с их поимкой. Я не говорю, что эти люди обучены разжигать беспорядки, но они очень хорошо подготовлены». По словам прокурора, некоторых фанатов развернули в аэропорту при въезде в город, но большая часть беспрепятственно добралась наземным транспортом. По данным французской полиции, в общей сложности в Марселе было 12 тысяч россиян. За участие в беспорядках задержаны 20 человек — это британцы, французы и австрийцы. Россиян среди них нет, не пойман ни один из 150. Двоих болельщиков из России полиция все же задержала, но не за участие в побоищах. Они проникли на поле во время матча. Массовые драки россиян с англичанами начались вечером в четверг, за сутки до матча, и продолжились по его завершении. В воскресенье Уэфа открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. Болельщиков обвиняют в беспорядках, расистском поведении и использовании пиротехники. Обе команды получили предупреждение. Если подобное повторится, их могут дисквалифицировать. Капитан английской сборной призвал фанатов не нарушать порядок. «Я хочу поблагодарить болельщиков за грандиозную поддержку на стадионе в ходе матча против России», сказал Уэйн Руни. «Теперь у нас впереди большая игра с Уэльсом, и я хотел бы попросить. Пожалуйста, если у вас нет билета, не надо ехать. А тем, у кого билеты есть, я хочу сказать, будьте благоразумны и продолжайте поддерживать игроков». Матч Англия-Уэльс состоится в четверг, 16 июня в городе Ланс. Полотна Рубенса, Тинторетто и Монтеньи. 17 шедевров итальянской живописи выставлены в Национальном музее искусств в Киеве. Картины были украдены в ноябре из музея Костельвеккио в Вероне. В начале мая их обнаружили украинские пограничники. По данным ведомства, полотна пытались переправить в Россию. Пока готовится их отправка в Италию, картины будут выставлены в Киеве. На церемонии открытия выставки присутствовал президент Украины. Мэр Вероно Флавио Тузи присвоил Петру Порошенко звание почетного гражданина города. «Он также заявил, что граждане Украины смогут до конца года посещать все музеи итальянского города бесплатно, в знак признательности за возвращение коллекции». Мэр Вероне напомнил, украинцы к преступлению не причастны. Картины похитили граждане Италии и их сообщники из Молдавии. Общая стоимость возвращенных полотен превышает 16 миллионов евро. Роботы научились танцевать. Так же неуклюже, как и люди. Сотрудники лаборатории робототехники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заставили машины танцевать танец «Бегущий человек». С помощью специальных команд и алгоритмов роботы стали улавливать мелодию и двигаться в такт. Получалось у них так же, как и у любого не слишком талантливого танцора на дискотеке. Роботы перетаптывались на месте и размахивали металлическими конечностями, дергались в ритм и не в попад, падали и кувыркались. Пользователям сети больше всего понравился улыбчивый робот с головой из картонной коробки. Для его танца уже придумали несколько саундтреков. Под конец ролика в кадре появились и сами инженеры. Причем танцевали они едва ли грациознее, чем их изобретение. Шутку робототехников интернет-юзеры оценили и сами подшутили. Мол, понятно, у кого машины учились танцевать.